Всем привет! Наконец-то видео у нас в бьюти. Продолжаю снимать для вас, хоть это не очень популярно на канале, но все равно не для души. Это очень приятно. Так что буду рада лайку или комментарию в поддержку канала. Короче, что я купила или что посоветую, чем пользуюсь, что я могу похвалить. Что купила? Вот у нас была недавно Black Friday, ну как недавно, в ноябре месяце, месяц назад. Ну короче говоря, мне ничего особо не нужно было. В общем, короче, я решила больше тратить косметики, не покупать новую, потому что есть чем пользоваться. Но не могла пройти мимо, потому что была скидка. Это от Benefit Rumiana, я вам вроде бы рассказывала. Нет, был классный тестер, мне попадался. Вот Sephora молодцы. Они очень, мой лист изучили, что я у них заказываю, предлагают мне. Всегда они в каждую покупку один пробник чего-то кладут. У меня всегда приходит пробник, что меня может заинтересовать. Молодцы, клиент-ориентированные, изучают спрос. Здесь у нас зеркальце идет маленькое. Но я удивилась, что даже сраненькое, простите, кисточки никакой во внутрь не положили. То есть это с собой куда-то взять в косметичку нельзя. Надо с собой брать еще кисточку, например, с длинной ручкой. Потому что в хуле у них, помните, у них квадратная такая маленькая кисточка идет. Вот сюда бы она очень пригодилась к румяну, но, блин, почему-то нет. Здесь я не стала отклеивать эту бумажку. Ой, они, конечно, шелушатся, крошатся. Очень пигментированные. Сейчас нанесем. Немножко блестят, но прям в меру. Плесток ярких, больших нет. Это ощущение сатиновое, перелива. Оттенок у меня вот здесь сейчас на щеках находится. Наверное, сейчас переборщу с ними. Они очень пигментированные. Мне очень подошел этот оттенок. Он яркий. Если мягкая кисточка легко наносится, сильно пятен там не ставит, легко растушевать. Эти румяна держатся прям на лице. Приятный, здоровый такой румянец. И они не суперсветлые, поросячие такие. А вот то, что они потемнее. Вот я бы так никогда не потестила. В магазине не обратила внимания. Тупо потому, что положили пробник. Я раз кисточка, а ну красиво смотрится. И мне очень сильно понравилось, как это на щечках смотрится. Вообще, я считаю, что румяный бенефит неоправданно дорогие. Мне нравятся от Hourglass. Они очень более, кстати, пигментированные, чем эти. Но у Hourglass очень много блесток явных. Здесь идеальная консистенция, идеальный цвет, идеальный сатин, идеальный перелив. Именно вот этот оттенок мне очень подошел. Я бы советовала на холодную кожу. Это не для светленьких. Это холодная румяна. И в принципе, такие холодные довольно-таки трудно найти. Очень много рыжих, светлых. Если это розовый какой-то, поросячий какой-то, розовинка такой, да. Светлый-светлый пинг тоже не очень подходит. В общем, классный. Купила чисто, потому что была скидка. Так я считаю, что они свои цены не стоят. Это просто румяна. И стоят они там что-то а-ля 800 лир. Ну, можете на сайте там Sephora, везде посмотреть, где вам нужно. Короче, ну такое себе. Только из-за цвета. Просто так за румяна-бенефит я бы не заплатила. Потому что 800 лир румяшки. А 1000 лир, на 200 лир всего дороже, там на 600-700 рублей. Это палетка от Наташи Диноне из последней коллекции. Где бронзер, сухой хайлайтер и кремовый. Я лучше, наверное, вон то возьму. Три средства в одном, чем одни румяшки. Ну, здесь у нас бенефит. Я вам показывала Day Real маскара тушь. Я вам обещала снять ревью. Я ей пользоваться начала. Какая фигня. Да, это разочарование. Спасибо большое моей подписчице, которая еще год на два назад об этом написала. Что миниатюрка, которая у меня была там 3 грамма. Крутые, классные миниатюры у них. Сами туши в полном размере. Какашка. Это просто тушь. Она стоит, как моя любимая Lancome. Гипноз, например, обожаю, да? Любые вообще серии гипноз. Так вот, вот эта фигня стоит столько же. Но качество и использование этой туши, как какой-либо кабаре, например. Дешевой туши, обычной. Ничего чудес не творит. Объема не придают. Хотя Day Real, типа они огромные, объемные ресницы. Она даст полная фигня. Отвратительная щетка. Колючая, силиконовая. Она для удлинения. Но о каком объеме может быть речь, если щетка для удлинения силиконовая? Телескопик, лориаль, то же самое. Кабаре, то же самое. Тушь. Она вообще своих денег просто не стоит. Выкинутые деньги на ветер, честно. Под глазами потом... Она не осыпается, но под глазами чернит к концу дня. Или там, если там что-то по делу, в общем, если там жарко и так далее. Она чернит под глазами. Я это вообще не люблю. Люблю, чтобы держалась хорошо. Она каляет глаза. Очень больно кожу до слез. Прямо я с ней крашу. Аккуратно смотрю, чтобы прям кожу не задеть. Потому что очень острые шипы. Вот этот вот круглый наконечник у нее, если вам видно, шарик. У Живанши. Помните, когда одно время мода была лет 5-6 назад? Я покупала. Отвратительно этим шариком. Этот шарик годится только для того, чтобы нижние ресницы хорошо прокрасить. И он хорошо наслоит тушь. Прямо два слоя. Можно нарижней. Ну, простите, зачем мне вот такие олененка бэйби огромные ресницы? Если мне на верхних тоже надо. А так как она удлиняющая, а не объемная и разделяющая, она прокрашивает. Они сосулями, длинными сосулями. Вообще лысые ресницы остаются. Короче, фигня полная. Я второй раз ее никогда не куплю. Но миниатюрка их классная. Вот я, наверное, миниатюрок набрала, но не вот эту в полном размере. Там вроде кисточка просто другая. Но кисточка просто к объемной туши не подходит. Здесь не объем и разделение. Здесь просто разделение на сосульки. Колючей кисточкой, которая как ежик колет тебе глаза до слез. Отвратительно. И еще средства для лица закончим. Я пользуюсь энзимной пудрой Аравии. Обещала рассказывать, когда я буду пользоваться, нравится, нет. Ребята офигенные. Девочки, я вообще Аравию люблю. Вот эту серию зеленую для проблемной кожи профессиональных линейка. Еще масок себе накупила. Скоро ко мне приют. Я вам сниму, покажу. Очень довольна этой косметикой. Очень. Еще мне у них нравится. Это в следующем. Давайте видео вам расскажу. Если я не рассказывала, не помню. Наверное, не рассказывала. Про кислоты. Кислотную маску на 10 минут. От 5 до 10 минут. Я вам тоже покажу. Очень кайфовая штука. Здесь энзимная пудра стандартная. То есть намочили лицо водой. Ладошка мокрая. Насыпаете пудру. В руке замешиваете ее. Знаете, ощущение как будто глиняная. Она немножко травяная такая. И быстренько этим средством смывается с лица. Так как здесь у нас, сейчас скажу, компоненты. Азелаиновая кислота. Энзимы папайя. Голубая глина. Вот она глиняная. Коалин. Экстракт овца. Овца. И ксантановая камедь. Камедь зачем? Она уже в виде апрекетодиете в стрепне используется. Камедь в конце. Но она абсорбент, наверное, да. В общем, короче, вот этот эффект овес. Если бы у вас были овсяные маски, например. Вы знаете, это мягкое такое ощущение на коже. Очень приятно. Один минус. Она не очень много удаляет, конечно же, загрязнений. Каких-то там тональный крем. Какое-то там что-то капитальное у вас на лице будет. Плохо смоют. Но именно как очищение легкого макияжа или просто там себума с лица смыть, жир и все прочее. Очень хорошая вещь. Просто как профилактику. Ну, если там капитально умылся, а потом вот этим средством домываешь, скажем так, свои поры. Вот последний этап вымывания. Потом тоник. Офигенная, классная вещь. Я вам от души советую. Хорошая штука. Я себе еще куплю. И вот у меня для волос новая. С чем я познакомилась. Подружка посоветовала. Я купила DaVinus. Я не знаю, как правильно точно ставить ударение в этой косметике. Но я говорю DaVinus. И подружкам это говорит. Ну, окей. Может быть, я не права. Если что, как бы окей. Здесь у меня три средства. Ну, я еще-то куплю спреи всякие для волос, для объема. В общем, это косметика, которая дает результат. Здесь моя серия, которую я себе подобрала. Реплампинг шампунь. И у меня реплампинг кондиционер. 150 мл и 250 шампунь. Офигенный аромат. Боже мой. Дорогого парфюма. Парфюм Рожак с красными кристалликами. Забыла, как он называется. Энигма. Нет. Не важно. Не буду испытывать судьбу. Мог быть не права. Одинаковый абсолютно аромат, как у этого парфюма Рожак. Так это вкусно, богато пахнет. Обалдеть. Здесь серия у меня. Реплампинг для тонких, жидких волос. Для утяжеления, уплотнения волоса. Видите? Волосинка к волосинке. Это работает. Но сразу говорю, эффект через две недели только наступает. Не раньше. Особо чудес не ждите. Отзывы замечательные. Итальянская косметика. Сайт есть здесь в Турции. Сайты заказываете. Мне не понравилось, что я заказала на хорошую такую сумму три средства. Мне даже с раненького какого-то несчастненького пробничка занюханного ничего не положили. Чтобы я попробовала и, например, вернулась к ним за покупками. Еще чего бы я была бы не против сделать. Ну нет. Вообще ноль. Ни открыточки, ни записочки, ни пробничка. Ничего мне не дали. Ну окей. Просто так для сравнения в сифоре один пробник хотя бы кладут за какую-то там покупку. Просто стандартно. Мало того, что они еще стараются угодить. И узнают, что ты покупаешь, да, если у тебя есть история. И кладут то, что тебе может понравиться. Они обращают на это внимание. Это очень приятно. В общем, работает. Пахнет вкусно. Дорого-богато. Волосы струятся, шевелятся. Все прекрасно. Линейку подбирала. На ютубе есть видео какого-то парикмахера. Вроде бы из России. На русском языке видео. Там минут сорок рассказывается про самые ведущие линейки. И дави нас, как их подобрать, для какого типа волос. Так что есть и для блондинок там. И следующее я хочу купить шампунь для объема попробовать. И у меня есть знакомая, которая пользовалась серией для объема. И она сказала, реальный объем, это реально чувствуется. Это обычная серия у них. Ну здесь без парабенов написаны они. Но у них еще есть в прозрачных упаковках, вот как маска, в таких всяких спреях, шампуни и все прочее, в прозрачной упаковке средства, которые без СЛСов, без парабенов, максимально там органик и вся такая история. Но у них и отзывы, конечно, не всегда хорошие. Вообще плохих отзывов на дави нас нет, чтобы прям говно какое-то было. Но типа ничего не делает и разницы не заметила. У отзывы есть на вот в таких прозрачных банках шампуни некоторых серий и так далее. Что здесь у меня за маска? У меня серия Амину, это маска для волос, серия для окрашенных и поврежденных, это восстановление именно питания волос после окрашивания. Здесь у меня сколько грамм? Наверное, а, 250 грамм здесь написано. Очень удобная банка, мне нравится без излишек, я вообще за это всякое использование. Нормальная банка, мне супер понтов не надо, она на закрутке. Пахнет чем-то таким немножко мятой, казалось бы, цвет красивый, как будто голубой. Просто чем-то шампунем каким-то, не супер вкусное что-то, вообще ни о чем на самом деле этот аромат, ничем не пахнет. Работает круто. Амину, тут написано, оставлять на 5-10 минут для сухих, поврежденных, окрашенных волос, восстановления, уплотнения и питания. Для использования рекомендовано в салонах. Кстати, в Стамбуле есть немало салонов, которые работают на Давинус. Прямо вот эти сайты они там заказывают, у них покупают. На Давинус очень многие салоны работают, это вообще не новинка, он очень распространен. На Трендиоле есть, но я на официальном сайте заказывала, потому что шубгарантия 100% никакая не подделка. Маска мне очень понравилась. Когда я пользуюсь маской после мытья, вот этим кондиционером я не пользуюсь тогда. Потому что он, кстати, не так классно питает волосы, как вот эта маска офигенная. Волосы просто шелкнут, руку запускаешь, блин, это очень приятно. Прекрасно расчесывается. У меня проблема, у меня волосы сухие после окрашивания, и они тонкие, и они очень много путаются, когда моешь голову. Когда тебе снимать, назовем так, полотенце, расчесывать или там сушить волосы, они все перепутаны. Мне обязательно нужен спрей для расчесывания какой-то. После этой маски я спреем для расчесывания волос, или это называется Live-in Condition, несмываемый кондиционер для расчесывания, я ничем не пользуюсь. Зашла на сайт, очень хвалят их стайлинговые всякие средства, не только уходовые и мытье, а всякие там пудры для волос и так далее. Я нашла еще три средства, которые хочу заказать. Первое это спрей для объема волос, просто серум называется, просто сыворотка для волос. И термозащиту не буду покупать у меня, есть у меня с термозащитами, я обычно забываю пользоваться. И какая-то сыворотка для волос, типа тоже восстановление, вот как вот несмываемый кондиционер. То есть следующие три средства у меня с пшикалками будут, закажу обязательно, вам покажу, расскажу. Я думаю, что мне понравится. В общем, из последнего, это классная находка за последнее время, чем я очень довольна. Вообще не жалею потраченных деньгах, и куплю, буду продолжать еще, и попробую что-то у них другое. Очень довольна, очень крутое ощущение на волосах, вот салонного ухода. Так что вам тоже советую. Davinos сайт у них есть здесь в Турции официальный. Вот такие у меня были покупки, то, что я вам могу похвалить, посоветовать, что мне нравится за последнее время. Спасибо большое вам всем за внимание, ставьте лайк, пишите, чем вы попользовались. Если у вас Davinos, какие отзывы, напишите, пожалуйста. Я не очень много знаю, буквально два человека, которые хвалят этим пользоваться. Я решила попользоваться, и мне тоже понравилось. Так что советую и вам. В общем, у кого давняя с ними история, расскажите. Может, есть какие-то подводные камни или какой-то негатив. Я тоже хочу об этом знать, чтобы на это, например, не попасть. И так далее. Жду ваших комментариев, лайки. Спасибо за внимание. Всем пока.